Пропорционально больше места Чем все остальные моменты или годы даже жизни Иисуса Христа Иисус прожил 33,5 года Из 33,5 лет мы видим небольшое сравнительное описание процесса Или момента его времени, его рождения И дальше практически ничего нет о 30 годах его жизни И дальше мы видим описание 3,5 лет его служения И вот из 3,5 лет служения последние несколько часов Начиная с вечера четверга Когда Иисус собрался на последнюю вечерю со своими учениками И потом ночь, когда он молился в Гефсимане Его арестовали Дальше его судят у Каяфы Дальше его судят у Пилата И потом его распятие И вот эти события, описание вот этих нескольких часов Занимает достаточно много места Если мы посмотрим на Евангелие Иоанна То в Евангелии Иоанна мы видим это с 13 главы и до 20 То есть практически 7 глав Одну треть всего Евангелия Одна треть всего Евангелия Посвящена вот этим нескольким часам На это есть причина, друзья Вот то, что Петр сейчас пел Перед распятием я стою Мне нужно стоять перед распятием Каждому из нас, каждой душе Нужно регулярно смотреть на Иисуса Христа Страдающего за нас на Голгофе И причина этого заключается не в какой-то мистике А причина этого заключается в том Что вот там на Голгофе Там было совершено главное событие в истории Вселенной Главное событие в истории человечества И, дорогие мои, главное событие в вашей жизни Если вы когда-либо встретились со Христом Нет ничего более важного Нет ничего более значимого Чем понимать, глубоко понимать Что произошло там Вот почему, когда мы исследуем Иисуса Христа Портреты Иисуса Христа Его подвиг, который Он совершил Нам очень важно быть достаточно внимательными В том, чтобы понимать Что же Дух Святой рисует перед нами Почему Он отмечает ту или иную сторону Вот в этом портрете Иисуса Христа Сегодня мы коснемся одного особенно важного вопроса Который связан с личностью Иисуса Христа И точнее еще связан с тем Как мы с вами к Нему относимся Как мы Его воспринимаем Мы уже говорили достаточно подробно Прошлые два раза о том Что Пилат вынужден был предать Иисуса Христа на распятие Он не хотел этого делать Он был достаточно суеверный человек Но Каиафа, этот хитрый первосвященник Переиграл его здесь И мы видели очень яркую картину Как ведется эта политическая игра И как Пилат пытается найти какую-то возможность Для того, чтобы освободить этого учителя из Назарета Но Каиафа просчитал свои ходы очень точно И он додавил Он дошел до этой точки И в конце концов Пилат умывает руки И отдает Иисуса Христа на распятие Мы читаем с 16 стиха, 19 глава Евангелия от Иоанна Тогда наконец, вот это слово Наконец, после долгих попыток освободить Он предал его им на распятие И взяли Иисуса и повели И неся крест свой, он вышел на место Называемое Лобное по-еврейски Голгофа Там распяли его и с ним двух других По ту и по другую сторону А посреди Иисуса Пилат же написал и надпись И надпись и поставил на кресте Написано было Иисус Назарей Царь Иудейский Распятие было самой жестокой формой казни Которая существовала тогда Его изобрели в Персии Распятие Позже применяли в Греции Но своего окончательного развития И широчайшего распространения Распятие свое Это развитие получило в Римской империи Это была очень унизительная казнь Человека, которого распинали Его раздевали почти догола Его поднимали Выставляли на всеобщее обозрение Кресты обычно ставили у дорог Там, где много людей проходит И целью этого двойная цель была С одной стороны, они хотели унизить человека Который был распят С другой стороны, они хотели показать знак Чтоб другим неповадно было Вот почему над головой Каждого распятого прибивалась табличка И на табличке вина его Надпись Почему этот человек в таком положении В таком униженном положении Это была очень мучительная казнь Человека прибывали за руки Между вот этими двумя костями Вот в одну и другую руку И забивали две ноги Одним гвоздем пробивали И фактически человек Висит на гвоздях Которые раздирают его тело Раздирают его плоть Более того Проблема не только в том, что это больно Проблема в том, что дышать очень тяжело Когда человек вот так вот повешен Вот И для того, чтобы ему сделать вздох И у него нет другой возможности Как опереться на гвоздь Которым прибиты две ноги Вот он опирается сквозь эту боль Схватит воздуха И опять оседает Фактически Такие мучения продолжались Могли продолжаться сутками Но много часов это точно Почему? Потому что никакие жизненно важные органы Не затронуты Не перебиты какие-то артерии Которые бы Человек бы потерял кровь очень быстро Вот Сердце не затронуто Легкие работают То есть человек может Сердце бьется Человек может дышать Он может функционировать Но в ужасной боли После того, когда это надоедало воинам Или же им нужно было Они уже не могли охранять больше это Они перебивали голени Перебивали ноги у распятых И тогда распятый умирал от удушья Потому что он не мог уже опереться на ноги Чтобы взять воздуха Для того, чтобы вздохнуть Вместе с Иисусом написано Распяли двух разбойников Одного по правую Другую по левую сторону Посмотрите, здесь написано Там распяли его И с ним двух других По ту и по другую сторону Посреди Иисуса Вот в этом исполнении 53 главы Исаия Помните, в 12 стихе там написано И к злодеям причтен был Табличку, которую повесили Или вешали над всеми людьми Повесили и над Христом И в данном случае сам Пилат Пользуясь своим правом Дает указание Что же написать На этой табличке На ней написано Иисус Назарей Царь Иудейский Иисус Назарей понятно На Иисус это имя этого человека Который он получает при рождении Назарей тоже ясно Это откуда он? Он был из Назарета А вот вся его вина была Только в двух словах Царь Иудейский Это было, конечно, еще Одним из элементов Из игры Пилата и Кайафы Пилат решил, проиграв Проиграв Кайафи Не имея возможности Освободить Иисуса Пилат решил отомстить Кайафе Нет ничего более унизительное Как человек, который распятый Этот человек Сказать, что это чей-то царь Вот почему Кайафа И первосвященники приходят и говорят Не-не-не, не пиши царь иудейский Напиши Он говорил царь иудейский Пилат отказывается это делать И причина, почему он отказывается Это делать Он хочет отыграться с Кайафой Помните, когда в Ветхом Завете Мы читаем истории Когда люди брали в плен царей И там у кого-то пальцы отрубывали Кого-то просто держали там в клетках Для того, чтобы демонстрировать свою силу То есть, если царь посрамленный Нация посрамленная Но вот в этих словах Которые были написаны Над головой Иисуса Христа Содержалась чрезвычайно Огромная Истина, которая имеет Величайшее значение Пилат подобный Кайафе Помните, когда-то Кайафа Сказал пророческие слова Помните, когда было совещание Что же делать с Иисусом Когда за ним так много людей идет И Кайафа говорит Вы ничего не знаете Лучше, чтобы один человек умер За других За народ И там сказано о том Что он, будучи первосвященником Он пророчески сказал Так вот, Кайафа Вернее, Пилат в данном месте Он видит реальность И он эту реальность Отражает на этой надписи 20 стих Эту надпись читали Многие из иудеев Потому что место, где был распятый Иисус Было недалеко от города И написано было по-еврейски По-гречески И по-римски То есть, заметьте Пилат позаботился еще о том Чтобы на всех трех языках написать Чтобы все могли понимать О чем идет речь Недалеко от города Как мы уже говорили У дорог всегда это ставили И люди, которые шли в город Уходили из города Они могли видеть это И могли читать это Первосвященники же иудейские Сказали Пилату Не пиши, царь иудейский Но что он говорил Я царь иудейский Пилат отвечал Что написал, то написал Мы сегодня с вами посмотрим на эту надпись Посмотрим, потому что в ней содержится Огромная истина Которая касается каждого из нас И она касается того Как мы смотрим на Иисуса Христа Как мы понимаем Его личность Кто Он? Я смотрю на эту надпись И у меня возникает два вопроса Первый вопрос Почему царь? И второй вопрос Почему распятый? Давайте посмотрим Именно в этой последовательности Вы знаете, каждый человек Который соприкасается с Иисусом Христом Имеет какое-то отношение Строит отношение Это отношение есть и у вас Каким-то образом Вы сегодня сидите здесь Значит, вы имеете какое-то отношение И вы каким-то образом воспринимаете Иисуса Христа И Иисус Христос является для вас кем-то У вас есть определенный имидж Христа И вы строите свои отношения с Ним Исходя из вашего понимания Кто Он есть По-разному воспринимают Кто-то как великого Учителя нравственности Иисуса Христа Кто-то воспринимает Его просто как историческую фигуру Которая положила начало Новой религии Кто-то воспринимает Христа как небесного благодетеля Которому можно прийти Тогда, когда Ну вот, какие-то сложности возникают в жизни Чтобы Он мог помочь с решением вопросов Некоторые воспринимают Иисуса как спасителя Который решает вопрос вечной жизни То есть Он может помочь решить даже вот такие вопросы Но когда мы смотрим на Священное Писание Священное Писание представляет Иисуса Очень конкретно Как Сына Божьего То есть как Бога И как Владыку и Царя Да, Он, конечно же, Спаситель Но Он вместе с тем, что Он Спаситель Он Господин Жизнь Очень много сказано в Писании об этом Я хотел бы вместе с вами сейчас посмотреть Вот на эту часть характеристики Или портрета нашего Господа Иисуса Христа Во-первых, Иисуса ожидали как Царя То есть когда были самые первые обетования О том, что придет Мессия То эти обетования все содержали в себе Тот или иной элемент его царского статуса Посмотрите, самое первое обетование Книга Бытие, 3 глава, 15 стих «И вражду положу между тобой и между женою» То есть Бог обращается к дьяволу Который только что искусил людей «И между семенем твоим и между семенем ее» Оно будет поражать тебя в голову А ты будешь жалить ее в пяту Речь идет о семени, то есть о том, кто родится от жены О Мессии, которая однажды победит дьявола То есть когда Бог в самый первый раз говорит о Мессии Он говорит о нем как о том, кто будет побеждать О том, кто имеет власть Тот, кто имеет силу Тот, кто однажды сокрушит дьявола Немного позже, перед входом Израиля в обетованную землю Бог обращается к народу израильскому В этот раз через Моисея И он говорит о еще одном очень важном качестве Или особенности важной Мессии Второзаконие, 18 глава, 18 стих Мы читаем следующее Я воздвигну им пророка из среды братьев их Такого, как ты И вложу слова мои в уста его И он будет говорить им все, что я повелю ему Это еще одномессианское пророчество И в этом пророчестве очень удивительная связь Между Моисеем и Иисусом Христом Дело в том, что Моисей Он был, он нес служил и нес служение На начальном этапе формирования народа израильского И вот на этом этапе еще не было разделения Между царями, священниками и пророками Вы помните, что священники появились Немножечко позже, сразу, в это же время Во время жизни Моисея Когда Аарон получил священство И от него произошли все священники Пророки еще немножечко позже Царь тоже мы знаем, что позже появился В народе израильском Но в данном месте Моисей был вождь Он был одновременно и священником То есть Бог через него имел дело Он был одновременно и пророком Он был одновременно и царем И вот Моисей Были Бог через Моисея Обращаясь к народу израильскому Он говорит Я воздвигну им пророка из среды братьевых Такого, как ты То есть однажды это все соберется вместе опять Иисус Христос, Он первосвященник написано Он пророк, Он, конечно же, царь, Он вождь Он владыка После того, когда Израиль определился Или сформировался как нации Как нации мы знаем, что Бог дает им царя Сначала они, кстати, сами просили себе царя И таким царем стал Саул И Бог дал им в данном случае Лучший вариант Из всех по-человечески возможных То есть Это, кстати, очень важная деталь Евреи хотят царя И они хотят его на своих условиях Они имеют представление Каким должен быть царь Они требуют у Самуила царя Помните, они говорят Пусть даст Мы хотим царя, как у других народов И Бог дает им Дает такого, какого они хотят Высокий, красивый Умный, мужественный Мы видим скромный Вот все, что можно было подумать Есть у Саула Ну, вы помните, как этот человек Очень быстро показал Свою абсолютную несостоятельность И все человеческие стандарты Причина, почему Бог провел Израиль Через этот негативный опыт Саула Заключалась в том, что Не человеческое представление о царе А Божье действительное Потом Бог дает им настоящего царя Этим царем стал Давид Вот почему именно Давид, а не Саул Саул считается основателем Еврейской, иудейской, или израильской монархии Именно Давид является основателем Еврейского государства И вот, когда мы читаем пророчества Связанные с Давидом И потомками Давида Бог обещает, что однажды Появится тот потомок Давида Из дома Давидова Из рода Давидова Который станет Мессией И он станет царем Известное пророчество в книге пророка Исаия 9 глава 6 стих Ибо младенец родился нам Сын дан нам И дальше смотрите Владычество на раменах его То есть он будет владыкой И нарекут ему имя Чудный советник Бог крепкий Отец вечности Князь мира Умножению владычества его и мира Нет предела на престоле Давида И в царстве его То есть смотрите Евреи ожидают Мессию И они ясно понимают Что должен быть царь Должен быть царь Чтобы ему утвердить его Укрепить его судом И правдой отныне и до века Ревность Господа Савофа сделает Или еще одно место Исаия 11 глава 1 стих И произойдет отрасль От корня Исеева И Исей это отец Давида И ветвь произрастет от корня его И почиет на нем Дух Господень Дух премудрости и разума Дух совета и крепости Дух ведения и благочестия Он будет судить бедных по правде И дела страдальцев земли Решать поистине И жезлом уст своих поразит землю И духом уст своих убьет нечестивого И будет припоясыванием чесла его правды И припоясыванием бедра его истины То есть речь идет Об этом потомке Давида Который будет править Он не просто придет для того Чтобы ну каким-то образом Предложить какое-то спасение Которое ну вот как-то случится Без необходимости изменения статуса людей Нет Он придет как царь И он будет править Пророк Иеремий немножко позже говорит 23 глава 5 стих Я взял всего несколько стихов Их очень много таких В Ветхом Завете Вот наступают дни, говорит Господь И восставлю Давиду отрасль праведную И воцарится царь И будет поступать мудрый И будет производить суд и правду на земле То есть пришествие Мессии Было связано с царством Второе Иисус не только его ожидали как царя Он родился как царь Вы помните Когда ангел сообщает Марии Что она станет матерью Сына Божьего Помните как ангел Говорит об этом Евангелие от Луки 1 глава 31 стих И вот зачнешь врачеве И родишь сына И наречешь ему имя Иисус Он будет велик И наречется сыном Всевышнего И даст ему Господь Престол Давида отца его И будет царствовать Над домом Иакова вовеки И царству его не будет конца То есть когда речь идет Об Мессии Об Иисусе В данном случае Который рождается от Марии Речь идет о царе Который будет царствовать вовеки И царству его не будет конца Это Божья позиция Посылая на землю Сына Он хочет знать Что речь идет о царе Он посылает царя Не меньше Вот почему Именно это откровение Получают мудрецы из Востока Которые идут поклониться Они идут в Иерусалим И они задают вопрос Они ищут царя Матфея 2 глава Первые два стиха Когда же Иисус родился В Вифлееме Иудейском В одни царя Ирода Пришли в Иерусалим Волхвы с Востока И говорят Где родившийся царь иудейский То есть это для Бога ясно Для пророков ясно Везде где Божье откровение открывается Или оно провозглашается То всем ясно Что речь идет о царе Где родившийся царь иудейский То есть он пришел с небес Как царь Более того Иисус жил как царь Конечно Когда мы представляем себе царей Мы представляем себе золото Мы представляем себе Особо комфортные условия Мы представляем себе Охрану Прислугу вокруг Но если мы посмотрим на Иисуса Христа У которого не было всего этого У него было очень много того Что позволяет нам сделать ясный вывод У него есть власть царская Он сознательно отказался От всех этих привилегий царских Но власть царская У него очевидна Вы помните Непосредственно перед тем Когда Иисус должен был выйти на служение Сразу после крещения Помните Он был поведен духом в пустыню Для искушения от дьявола Помните Одно из искушений Которое Дьявол предлагал Христу Он показал ему все царства мира И он говорит Я все это отдам тебе Одно только нужно Если ты падше Поклонишься мне То есть дьявол говорил Если ты Свою власть Мне подчинишь Все это получишь без боя Страдать не нужно Голгофа не нужна Все остальное Можно закончить сейчас Единственный только вопрос Чтобы Иисус в данной точке Признал Что он не самой большой властью обладает Чтобы он отдал право на власть В данном случае Дьяволу Который предлагает ему Этот вариант Иисус не пошел на эту сделку Дело в том Что он пришел на землю Чтобы победить дьявола Чтобы отнять у него Претензию на власть А не тому Чтобы подчиниться ему На протяжении Трех с половиной лет Иисус несет служение И помните Когда он только Первый раз проповедует В Капернауме Помните Что сразу увидели люди Когда они услышали его Вот только люди услышали И они говорят Он проповедует Как власть имеющий А не так Как фарисеи и книжники То есть это было Абсолютно очевидно В Иисусе Христе В его позиции Он не просто Как власть имеющая А он действительно Имеет власть Он пришел на землю Для того Чтобы эту власть Божию проявить Он проявлял эту власть Помните Власть над силами природы Он успокаивает бурю У него есть власть Успокоить ураган Власть над болезнями Он говорит И проказа уходит Власть над бесами Он говорит И бесноватые освобождаются От этого демонического плена Власть над смертью Он приходит и говорит И те, кто умерли Лазарь, которые уже Четвертый день Уже смердит Он встает Выходит из гроба И люди, окружавшие Иисуса Христа Они очень ясно видели Что они имеют дело с тем Кто имеет власть Вот почему Когда Иисус Входит в Иерусалим Его встречают Как сына Давидова И как царя Как того Кто является царем Посланным Богом царем Матфея 21,8 Мы читаем Множество же народа Постилали свои одежды По дороге А другие резали Ветви с дерев И постилали по дороге Народ же Предшествовавший И сопровождавший Восклицал Осана сыну Давидову Благословен Грядущий во имя Господне Осана вышних То есть они Когда говорили Осана сыну Давидова Они понимали Что речь идет о царе Именно так и было Предсказано Пророкам о грядущем царе Посмотрите Несколькими стихами выше Четвертый стих Все же это было Досбудется Сказанное через пророка Который говорит Скажите через Сионовой Се царь твой Грядет к тебе Кроткий Сидя на ослице И молодом осле Сыне подъем Именно так было сказано У пророка Захарии Посмотрите Захарий 9,9 Ликуй от радости Черь Сиона Торжествуй Черь Иерусалима Се царь твой Грядет к тебе Праведный И спасающий Кроткий Заметьте Здесь кроме Характеристики Кроткий Которую повторяет Моисей Добавлено еще Праведный И спасающий То есть Все указатели Сходятся на то Что Иисус Обладает властью И это люди признают Четвертое Иисуса Судили как царя Его ожидали Как царя Он родился Как царь Он жил С властью царской И теперь Когда его судят Его судят Как царя Если вы внимательно Почитаете Все разговоры Между фарисеями Каиафой Пилатом И Христом Вы можете легко Заметить Что тема царства Здесь доминирует Вот почему Пилат Вполне обоснованно И пишет Эту надпись Царь иудейский Посмотрите 19 глава С 12 С того времени Пилат искал Отпустить его Иудеи же кричали Если ты отпустишь его Вот ты не друг кесарю Всякий Делающий себя царем Противник кесарю Заметьте Что говорят Фарисеи Или что говорят Представители Каиафы И Каиафа Там вместе с ними Был Они разыгрывают Политическую карту Они говорят Это царь А у нас Единственный только царь Есть кесарь И всякий Кто претендует На царство Именуя кесаря Он не друг кесаря Вернее Если ты отпустишь Ты не друг кесаря Потому что Человек Который Противник Человек Который Делает себя царем Противник кесарю Поэтому Пилат Испрашивает Иисуса Он задает ему вопрос Еще немножко раньше 18 глава 33 стих Тогда Пилат Опять вошел В приторию И призвал Иисуса И сказал ему Ты царь иудейский? Иисус отвечал От тебя ли говоришь? Или другие сказали тебе мне? Пилат отвечал Разве я иудей? Твой народ И первосвященники Передали тебе мне Что ты сделал? Иисус отвечает Царство мое Не от мира этого Если бы от мира этого Было царство мое То служители мои Подвязались бы за меня Чтобы я Не был предан иудеям Но ныне царство мое Не отсюда Заметьте Каяфу беспокоит Тема царства Пилатом беспокоит Тема царства И для Иисуса Тема царства Супер важная Он правда Объясняет ему Мое царство Не такое Как ты думаешь Но мое царство Чрезвычайно важное Он подчеркивает Царство мое Не отсюда 37 стих Пилат не понимая Что происходит Задает вопрос Так ты царь Иисус отвечал Ты говоришь Что я царь То есть снова Тема царя Я на то родился Я на то пришел В мир Чтобы свидетельствовать Об истине Помните Мы читали У пророка Иеремии Что он будет Править по истине По правде То есть Иисус Переносит совершенно Другое изменение Измерение Царства Пилат сказал Ну что есть истина Сказав это Опять вышел к иудеям И сказал им Я никакой вины Не нахожу в нем Есть же у вас Обычай Чтобы я одного Отпускал вам На Пасху Хотите ли Отпущу вам Царя иудейского Заметьте Как тема Царь Царь иудейский Царство Снова и снова Это главная тема В этом суде Эта же тема В самом конце Процесса Пилат Снова и снова Подчеркивает Царские Статусы Иисуса Вот почему Иисус был Распят Как царь Как мы уже говорили Его ожидали Как царя Он родился Как царь Он жил Как царь Его судили Как царя Его распяли Как царя Вот почему Пилат Пилат Пишет эту надпись Царь иудейский 14 сих Тогда была пятница Пятница перед Пасхой Час шестой И Пилат Говорит Иудеям Вот царь ваш Опять Тема царства Но они Закричали Возьми Возьми Распни его Пилат Говорит им Царя ли Вашего Распну Первые Священники Отвечали Нет у нас царя Кроме Кесаря Чрезвычайно Важные слова Которые Не говорят То есть Они Подчеркивают Что они Не ожидают Мессию Который Станет Царем Конечно Они Лицемерят Во всем Это Хотя В действительности Эти слова Содержат Огромную Долю Правды Тогда Наконец Придал Им Его На Распятие Взяли Иисуса И повели И неся крест Свой Он вышел На место Называемое Лобное По-еврейски Голгофа Голгофа Это череп В переводе Череп Там распяли Его То есть Это гора Была Похожа На череп Там распяли Его И с ним Других Двух Других По ту И по другую Сторону А посреди Иисуса Пилат же написал И надпись И поставил На кресте Написано было Иисус Назарей Царь Иудейский Эту надпись Читали многие Из Иудеев Потому что Место Где был Распят Иисус Было Недалеко От города И написано Было По-еврейски По-гречески По-римски Первосвященники Иудейские Сказали Пилату Не пиши Царь Иудейский Ну что он говорил Я царь Иудейский Пилат отвечал Что я написал То написал В действительности Царский статус Иисуса Христа Стал главной причиной По которой Первосвященники Распинают Христа Отдают Иисуса На распятие Вы помните Когда они только Соприкоснулись с Ним Впервые Они были впечатлены Его властью Помните разговор Иисуса Христа С Никодимом В разговоре Иисуса Христа С Никодимом Мы видим Что первосвященники Синедрион Члены Синедриона Они признают Что он пришел С небес Никодим Начинает Свой разговор С Иисусом Такими словами Мы знаем Что ты Пришедший От Бога И дальше Объясняет Почему Потому что Таких дел Которые ты делаешь Никто не может Делать Кроме как Человек Который с небес Пришел То есть У них Была аналитика Они собирали Информацию Они пришли К выводу И вы помните На определенном этапе Они даже Хотели Сделать его царем Помните Тогда Когда Иисус Накормил Пять тысяч человек Помните Было сказано О том Что В народе Было Такое настроение Чтобы Взять И против его воли Сделать его царем Но Иисус Отказался От этого делать Здесь есть Очень Важная Истина Эти люди Были готовы Принять Посланника Божьего Как своего Царя Только в том Случае Если Право На царство Они Ему Дадут Они сами Если Его царство Будет зависеть От их одобрения Если Они Сделают Его царем Они не против Были Но Они не могли Воспринять Его С источником Власти Который Совершенно Не зависит От них Источником Власти Иисуса Христа Был Бог Иисус Не согласился Подчинить Свою Власть Дьяволу В самом Начале И Он Не согласился Подчинить Свою Власть Каафе Первосвященникам И Синедрион Именно Это Стало Точкой Конфликта Именно Это Эти люди Готовы Воспринять Иисуса Готовы Даже Признать Его царство Но только Так Чтобы Он От них Зависел Вы знаете Друзья Когда мы Смотрим На эту Всю историю Мы Видим Что Точно Такое же Все Как Спасители Люди Готовы Говорить О Христе Как О том Кто Пришел С небес Для того Чтобы Решить Проблему Греха Но Люди К великому Сожалению Когда Только Речь Заходит За то Что Иисус Иисус Требует Подчинения Жизни Здесь Возникает Большой Вопрос Вот Почему На протяжении Истории Мы Видим Снова И Снова Как Люди Они Восстают Против Бога Религиозные Люди Кто Читал Достоевского Братья Карамазовы Там Есть Такая Очень Большая Глава Которая Называется Легенда В Великом Инквизиторе И Там Вот Этот Инквизитор Он Встречаясь Со Христом Это Вымысел Естественно Встречаясь Со Христом Говорит Зачем Ты Пришел Мы Же Завтра Тебя Опять Распнем В этом Главная Точка Напряжения Люди Готовы К религии Готовы К всем Благам Которые Дает Бог Они Не готовы Только Признать Его Власть Над собой Ну Мы можем Этот список Продолжить Иисус Был Распят Как Царь И Главная Причина Почему Распяли Потому Что Он Был Царь Это Была Главная Причина Но Иисус После Того Действует Как Царь После Победы На Кресте Голгофы Посмотрите Иисус Обращается К Ученикам С Очень Важными Словами Матфея 28 18 И Приблизившись Иисус Сказал Им Дана Мне Всякая Власть На Небесах И на Земле Опять Власть Опять Царство И В данном Случай Власть Действительностью Он Будет Судить Мир Так Написано Иисус Это Не Просто Благодетель Не Просто Спаситель Иисус Царь Он Владыка Вселенной Он Участвовал В ее Созидании Сотворении Он Продолжает Держать Ее В своих Руках Колоссянам 1 16 Ибо Им Создано Все Что На Небесах И Что На Земле Видимое Невидимое Престол Или Господство Или Начальство Или Власть Или Все Им И для Него Создано И Он Есть Прежде Всего И все Им Стоит Более Иисус Является Царем И Господином Жизнь Каждое Наше Дыхание Зависит От Него Вот Почему Библия Говоря о спасении Она Представляет Спасение Переходом Из Царства Тьмы Где мы Под властью Дьявола В царство Иисуса Христа Колоссянам 1 12 Благодаря Бога И Отца Призвавшего Нас К участию В наследии Святых Во свете Избавившего Нас От власти Тьмы И введшего В царство Возлюбленного Сына Не в демократию Не в демократию Возлюбленного Сына Своего А в царство Возлюбленного Сына Своего Суперважный Вопрос В котором Мы имеем Искупление Крови И прощение И грехов Очень важный Элемент Христианской Веры Принимая Иисуса Христа Своим Спасителем Человек Истинно Верующий Человек Обязательно Становится Подданным Его Царству Он Становится Его Слугой Он Становится Частью Его Власти Подвластным Иисусу Христу Последнее Иисус Не только Его не только Ожидали Как царя Он не только Родился Как царь Он не только Жил С властью Царской Его Не только Судили Как царя Не только Распяли Как царя Не только Он действует Как царь Друзья Иисус Вернется Как царь Что Что не менее Важно Мы знаем Мы знаем 12 глава 11 стих И увидел И увидел Я отверстие Во второй Второй раз Явится Мы видим Что Иисус Приходит Сейчас И посмотрите Здесь написано Который Праведно Судит И воинствует Он Приходит Для того Чтобы судить 14 стих И воинство Небесное Следует За ним На конях Белых Облеченный В весон Белый И чистый Из уст Живой Исходит Острый Медь Чтобы им Поражать Народы Он Пасет Их Жезлом Железным Он Топчет Точила Вина Ярости И гнева Божия Гнева Бога Вседержителя На одежде И на бедре Его Написано Имя Царь Царей Господь Господствующих Друзья При встрече С ним Каждому Будет Ясно Что Апостол Иоанн Который Провел Много Времени Рядом Со Христом И написано Он всегда Был Близко У груди Его Лежал Всегда Был Близок Очень К Ему Когда Апостол Иоанн Видит Иисуса На острове Патмос Прославленного Христа Он приходит В шок Он Падает Ниц Падает В полном Ужасе И нужно Было Прикосновение Христа Которое Первое Что он Говорит Не бойся Потому что Когда Увидит Человек Христа Он Будет Бояться Итак Почему Царь Вот Почему Царь Теперь Несколько Слов Почему Распятый Тогда Наконец Предал Его Им На Распятие И Взяли Иисуса И повели И неся Крест Свой Он Вышел На место Называемое Лобное По-еврейски Голгоф А там Распяли Надпись Царь Иудейский Висела Над Распятым Христом Никогда Раньше Не было Этой Надписи Над Ним Вот Это Официальная Дезигнация Или Официальное Определение Оно Было Приставлено К Иисусу Христу Именно В момент Распятия Несколько Причин Почему Это Так Почему Бог Допустил Что именно В этой Точке Во-первых Распятие Это победа Над самой Главной Проблемой Победа Над рабством Греха Иисус Христос Приходит Со Властью И Он Сознательно Выбирает Путь Когда Он поразил. 175 тысяч или 185 тысяч воинов, один ангел. Представьте себе 12 легионов ангелов. И Иисус говорит о том, что он в любой момент может воспользоваться этой силой. Но Иисус приходит, имея доступ к этой силе, он сознательно унижается до самого низкого положения. Почему? Потому что ему нужно пройти именно в ту точку для того, чтобы вот там, только там есть возможность победить самого главного врага. Этим главным врагом является грех. Друзья мои, самая главная беда, которая преследует каждого из нас, является грех. Мы, конечно, думаем чаще всего о наших других неудобствах, заболел, конечно, это большая проблема. Отношения с людьми не очень складываются, это большая проблема. Денег не хватает, это большая проблема. Или денег не хватает на что-то, что я хотел бы, вообще-то хватает, а вот на что-то больше не хватает, тоже большая проблема. Самые разные вопросы, самые разные проблемы, которые наполняют нашу жизнь. Ну, дорогие мои, Иисус приходит не для того, чтобы решать проблемы денег, еды или даже здоровья. Иисус Христос приходит для того, чтобы самую большую проблему решить, это проблема греха. Вот почему Он проходит до самого низа. В Колоссяном 1,13 мы уже читали. «Избавившего нас от власти тьмы, ведшего в Царство возлюбленного Сына Его, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Друзья, грех делает нас пленниками власти тьмы. Вот почему Иисус, чтобы избавить нас от власти тьмы, нет другого варианта, Ему нужно избавить нас от греха. Вот почему Иисус пришел и прожил праведную жизнь. В отличие от Адама, Он прожил жизнь в самых сложных условиях, в условиях, пораженной грехом земли. И это доказывает, что человек может жить жизнью, покорной Богу. И это дает Иисусу основание, фундамент для того, чтобы взять на себя человеческий грех. И принять на себя Божий гнев, который справедливо излит на того, кто этот грех несет на себе. Послание к римлянам – очень важное место в третьей главе. Часто его проходят быстро, потому что оно немножко сложное. Я хотел бы подчеркнуть одну только фразу в этом месте. Третья глава с 23 стиха сказано, «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе». Мы говорили сейчас. «Которого Бог предложил жертву милостивления в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, сделанных прежде, во время долготерпения Божьих, к показанию праведности Его в настоящее время, да явится Он, Бог, праведным и оправдывающим, верующего в Иисуса Христа». Вот почему Иисусу нужно было прийти на землю. Ему нужно было опуститься до самого-самого низкого уровня унижений, страданий, давления самого разного, чтобы вот в этом самом глубоком унижении не согрешить, а остаться праведником. И чтобы потом, прийдя на Голгофу, вот там взять, ему праведнику, взять наш грех. И вот только тогда Бог сможет остаться праведным и оправдывающим. Бог не может быть неправедным, а для того, чтобы Ему оправдать, Ему нужно было воздаяние за грех излить. Его святость требовала этого. То есть, благодаря смерти Иисуса Христа мы имеем сегодня оправдание перед Богом, свободное от вины греха. Вот почему надпись «Царь Иудейский» висит над крестом, над головой распятого Христа. Второе. Распятие – это победа над дьяволом. Конечно же, дьявол держит людей в плену по причине того, что люди в грехе живут. Каждый раз, когда мы допускаем какой-то грех, дьявол претендует на то, чтобы иметь власть. Но Иисус, приходя на Голгофский крест, побеждает грех там, и через это побеждает дьявол. Колоссянам 2 глава 14-15 стихи. Я читаю это в своем переводе. Русский перевод оригинальный, там немножечко, вернее, синодальный перевод, немножечко сложный. Поэтому я всегда этот текст перевожу заново. Написано здесь так. «Погасив список наших долгов, которые законно предъявлялись нам, он отодвинул его в сторону», то есть вот этот список, «пригвоздив его ко кресту». То есть этот список стоял против нас. Есть список против каждого из нас. Друзья, вы знаете, что дьявол собирает список ваших грехов. Вы, может быть, думаете о том, что вы что-то скрыли. Вы, может быть, думаете, что вы можете оправдаться, но дьявол очень ясно собирает абсолютно все, что было сделано греховное. И у него есть этот список. И этот список вполне законный. «Согласно этому списку, каждый, кто грешит против Бога, принадлежит дьяволу». И вот посмотрите, что делал это Иисус. Иисус на Голгофе погасил список наших долгов, которые законно предъявлялись нам. По-английски вы можете прочитать немножечко другую формулировку. «Having cancelled the charge of our legal indemnities». То есть наша задолженность, законная вполне задолженность, она была погашена Иисусом Христом. И дальше мы читаем 15 стих. «Отняв силу начальства властей, властно подверг их позору». Каким образом Иисус восторжествовал? Каким образом Он отнял силу дьявола? Тогда, когда Он умер за наш грех. Когда за грех была заплачена цена. Вот почему Царство Христа связано с распятием. Вот почему распятие, которое кажется людям пределом слабости, в действительности, было самой главной точкой проявления силы. Силой власти Иисуса Христа. Вот почему, когда речь идет о том, что Он избавляет нас от власти тьмы и вводит в Царство возлюбленного Сына Своего. Посмотрите, 1 глава 13-14, их сразу же сказано, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов. Третье. Распятие – это победа над смертью. Во-первых, победа над грехом. Иисус освобождает нас от греха через распятие. Дальше – это победа над дьяволом, так как нет греха, нет власти дьявола. Дальше – третье. Победа над смертью. Евреям 2,14 написано, «А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял онные, чтобы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола». То есть, смотрите, Иисус приходит на землю, Он становится человеком, Он живет эту жизнь унижения, Он умирает за нас, но это совершенно не слабость. Это целенаправленная акция, чтобы через смерть, приняв смерть, победить смерть и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству. 1 Коринфянам 15 сказано, «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Все, кто во Иисусе Христе, все они оживут. Самое последнее распятие – это путь к наивысшей славе. Мы уже говорили о том, что это победа над рабством греха, это победа над властью дьявола, это победа над смертью. Путь к наивысшей славе. Филиппийцам 2 глава 6 стих мы читаем, «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением, быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду став, как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной». И дальше, смотрите, «потому и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени». Это слава, которую Сын получил от Отца в результате Своей смерти на кресте. Это та слава, которую Он разделяет со всеми спасенными, с каждым из нас, с каждым верующим человеком. Закончить мне хотелось бы из книги Откровения, 1 глава, 5 стих. От Иисуса Христа, Который есть свидетель верной, первенец из мертвых и владыка царей земных, Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своей, и сделавшему нас царями и священниками Бога и Отцу Своему. Слава и держава во веки веков. Аминь. Мы будем молиться сейчас. Я хочу попросить вас, ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Кто для вас Иисус Христос? Стал ли Он царем в вашей жизни? Помолимся. Склоним колени, помолимся. Господи, благодарим Тебя за откровение Сына Твоего. Благодарим Тебя за торжество Твоего плана, удивительного, непостижимого для нас плана. План, который поражает своей мудростью, широтой Твоей души божественной. Твоей огромной любовью, проявленной к нам. Господи, благодарим Тебя за Сына. Благодарим Тебя за спасение, которое совершено через Него. Благодарим Тебя за победу над властью греха, властью дьявола, властью смерти. Господи, благодарим Тебя за то, что мы имеем часть в Тебе. И сейчас, когда мы будем участвовать в вечере, я прошу Тебя, помоги, чтобы для каждого из нас это исповедание нашей причастности к Тебе было признанием Твоего господства, реальным, практическим признанием, чтобы каждый из нас смог исповедать от сердца. Да, действительно, Иисус Назарей, Он мой Царь, Он тот, чьим рабом я являюсь, Он тот, Кому подчинена моя жизнь, Он тот, Кому подчинена моя воля, Он тот, Кто определяет мое будущее. Благослови нас в этом. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...